МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Ключевые статьи расходов. Состоялось заседание правительства Республики. Здоровье с доставкой. Специалисты Республиканской детской клинической больницы провели выездной прием. Погружение в действительность. Новый формат столичных экскурсий. Сегодня в правительстве Республики утвердили исполнение бюджета за первое полугодие. Объемы доходов в казне региона превысили 26 миллиардов рублей. С подробностями Дмитрий Ковалев. 13 миллиардов, а это почти половина от поступившей в казну суммы собственные доходы региона. В бюджете этого года выросла доля акцизов НДФЛ. Безвозмездные поступления из федерального бюджета за отчетный период составили 9,9 миллиардов рублей и больше аналогичного периода прошлого года на 22,6%. Целом дохода и консолидированного бюджета демонстрируют положительную динамику. Консолидированный бюджет на 1 августа поступило в 35,5 миллиардов рублей, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Ключевые статьи расходов, модернизация медицины и ремонт дорог. Бюджет региона социально ориентирован, отметил председатель правительства Иван Моторин. Все обязательства мы свои выполняем, да, Светлана? Есть вопросы по отчету? Вопросов нет, принимается и направляется в государственный совет. Многомиллионные суммы направят и на развитие спорта. На заседании Кабмина руководитель профильного ведомства обозначил приоритетные задачи. В этом году в Чебоксарах должен открыться региональный центр по хоккею. В большинстве муниципалитетов будут отремонтированы оздоровительные комплексы. Для этого необходимо сформировать отдельную программу. Особенностью этого года является то, что мы, как и другие регионы, включились в выполнение серьезных задач, поставленных в поручениях президента Российской Федерации в рамках национальных проектов. В занятии физической культурой и спортом к 2024 году необходимо вовлечь 55% населения нашей республики. Сегодня же председатель Кабмина утвердил величину прожиточного минимума пенсионеров на следующий год. Величина прожиточного минимума пенсионера в Чувашской республике на 2020 год рассчитана в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты. На 2020 год предлагается установить на уровне 2019 года в размере 7953 рубля. Квартальный прожиточный минимум достиг отметки 9538 рублей. Но увеличение повлияло повышение стоимости оздоровительных услуг и продуктов. Но все же, по данным Чувашстата, цены в магазинах республики одни из самых низких в округе. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. В Чувашии с начала года в двух населенных пунктах зарегистрировано бешенство лисиц. Еще в одном – бешенство кошки. Против этой болезни привили более 290 тысяч восприимчивых к вирусу животных. Такую информацию озвучил главный государственный ветеринарный инспектор республики Сергей Скворцов. Помимо прививок домашних животных, в неблагополучных районах раскладывают специальные приманки с вакциной для лисиц. Что касается других опасных для животных болезней – африканской чумы свиней и птичьего гриппа – они на территории Чувашии пока не зафиксированы. На границах с неблагополучными с этой точки зрения регионами выставлены специальные карантинные посты. Однако угроза заражения птичьим гриппом сохраняется, так как через территорию нашего региона проходят маршруты миграции. Сейчас от опасного вируса привито более 460 голов домашней птицы. Работа продолжается. Здоровье с доставкой. Сегодня мобильная бригада Республиканской детской клинической больницы провела выездной прием маленьких пациентов в Марпасадском районе. В медицинский рейд отправились специалисты узкого профиля. Как относятся местные жители к так называемой мультидисциплинарной помощи, выяснял Рифат Фадкулин. Он какой молодец, даже вот кран широк. Вот сейчас, давай, давай, давай. Для родителей маленького Ильи приезд врача из Чебоксар стал событием действительно долгожданным. У мальчика признаки воспаления аденоидов, а специалиста, который смог бы осмотреть его, в городе нет. Для того, чтобы попасть на прием, приходилось ездить в столицу и часами простаивать в очередях. Мы пришли к лору. Вот сейчас собираемся к коммунологу. У нас таких специалистов здесь в районе нет, поэтому действительно очень удобно. Мы поставили диагноз, к сожалению, очень хороший, но будем лечиться. Врачи Марпасадской районной больницы отвечают за здоровье более трех с половиной тысяч детей и подростков. Невролог, отоларинголог, гастроэнтеролог, кардиолог. Сегодня целая бригада узких специалистов принимала юных пациентов с самого утра и до позднего вечера. Мы сегодня приехали к аллергологу на прием. Ну, как бы у нас плановое, каждый раз. Очень удобно, конечно, когда они сюда приезжают, нам добраться легче. И удобно нам приехали быстрый раз, показались. Младшие дочки пришли на прием к гастроэнтерологу. Состоим на учете у гастроэнтеролога и каждый год раньше ездили в Чебоксары на прием. В этом году вот нас пригласили сюда, мы очень рады. Одних консультируют, другим дают направление на более серьезные обследования. Выезды мобильных бригад в районы регулярны. Только в этом году специалисты посетили 24 сельских медучреждения. Детей мы заранее специально готовили, выбирали, кому оказана необходима консультация, чтобы скорректировали нам лечение детям, дали рекомендации. Каждый специалист намерен осмотреть примерно 15 детей. Жалобы разные, но в основном идут с неуточненными диагнозами. Чаще всего аллергические заболевания, неврологические заболевания, потом заболевания органов пищеварения очень часто выявляются. Я думаю, пациенты маленькие наши и родители довольны выездом республиканских специалистов, потому что им, во-первых, не надо ездить в Чебоксары, не надо тратить даже деньги, не надо тратить свое драгоценное время, не надо толпиться на транспорте в очереди в Чебоксарах. За этот выезд медики осмотрели около 90 детей. Очередной прием мобильная бригада врачей проведет в Маргаушском районе. Рефат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. Межрегиональные архивные чтения посвятили 550-летию Чебоксар. Специалисты из Чувашии, Мариэл, Нижегородской и Ульяновской областей обменялись мнениями, какие информационные ресурсы можно использовать в изучении региональной истории. Хотите знать, на какой улице старых Чебоксар жили ваши предки и чем занимались? Какие события повлияли на историю вашего рода? Что послужило поводом для переезда? Кто из ваших родственников оставил след в истории столицы? Да мало ли вопросов, которые волнуют человека, с уважением относящегося к прошлому. В архивах Чувашии содержится огромное количество информации. Нужно только уметь ею пользоваться. Сегодня архивисты в сотрудничестве с учеными выпускают немало справочных изданий, сборников документов, в помощь краеведам электронные перечни источников. Совсем недавно Госархив современной истории подготовил еще один. О истории Чебоксар. Электронные перечни содержат более 200 документов и фотографий, исходом Госархивши, рассказывающие о развитии столицы республики с начала 20-го века. Главным образом соберем образование Чебоксарской автономной области, с инвестициативным центром города Чебоксар. Принцип восходения так отличный математический. Все документы разбиты на соответствующие разделы. Участники чтения обсудили целый ряд вопросов сохранения исторической памяти народов России и введения в научный оборот документальных источников с помощью современных информационных ресурсов. Архивисты Чувашии, кстати, получили сертификаты на приобретение сервера накопителя и дисков для хранения и использования документов. Впервые в Чебоксарах в честь 550-летия столицы один из туроператоров разработал иммерсивную экскурсию «Нити судьбы». Это значит, что каждый, кому интересно прошлое города, его настоящее и будущее, может узнать об этом из первых уст, прислушавшись к голосу самих чебоксар. Как это происходит, узнала наша съемочная группа. Иммерсивность, погружение в действительность. Иммерсивная экскурсия – своеобразный спектакль, в котором участвует и зритель. Проходит постановка в естественных декорациях, в данном случае на фоне залива. В нашей команде очень много творческих людей. Зарисовки к полотную историю делал Георгий Фомеряков. Он очень известный у нас художник, этнофутурист. Нам помогали создавать этот спектакль работники и команда театра «Кукол». В основе спектакля – городские легенды, исторические факты, воспоминания очевидцев и чувашские народные предания. Наши предки верили, что с рождения человека сопровождают два ангела – «Пережти» – «Добрый» и «Злой». Они придут в нити жизни, наматывая их на клубки судьбы. Авторы иммерсивной экскурсии уверены – из-за этих нитей соткано полотно городской жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно надеть наушники. Побыть наедине с городом, вступить с ним в диалог, услышать голоса людей, которые когда-то здесь жили, творили, любили, строили этот город. Услышать гомон старых площадей, старых базаров, скверов. Услышать голоса поэтов, которые вдохновленные историей этого города этим городом слагали здесь стихи. Вот такая вот цель, чтобы как можно больше чебоксарцев узнали свой город и услышали его. «Если бы мы могли заглянуть сквозь толщу воды и рыбы, то увидели мы…» Историю Чебоксар, рассказанную самим городом, одними из первых услышали блогеры, общественные активисты, представители турбизнеса. Говорят, это производит сильное впечатление. «Я впервые на таком иммерсивном представлении. И, честно говоря, меня переполняют эмоции». Маршрут протяженностью 3,5 километра и как минимум 5,5 веков разработчики проекта уложили в полтора часа. Как стать участником иммерсивной экскурсии можно узнать на сайте проекта «Городские легенды». Такое занятие, как раскрашивание, учит детей концентрироваться, повышает внимание, развивает фантазию, считают специалисты. В одном из магазинов Чувашского книжного издательства решили совместить полезное с полезным. Сегодня там провели мастер-класс «Я рисую чувашский костюм». Ведущий редактор детской литературы Ольга Федорова предлагает участникам мастер-класса самим выбрать картинку для раскрашивания. Решать, какого цвета будет платье, рубашка или фартук дети тоже будут сами. Хотя вариантов в традиционном костюме немного. Вот видите, раньше чувашская одежда была такая, она белая. И в основном какие тут цвета вы видите? Красного очень много, еще какой-то. Конечно, детям интересно использовать все цвета. Даже если рубашка синяя и в понятии традиционного костюма пока не укладывается, ребенок получит общее представление, запомнит форму и элементы. Половину отсюда можно в нашу одежду перенести. Например, в кофту сделать вот такие вот узоры, ну и пояс. Девчонки там понятно, они платья, костюмы, да? А вам тоже интересно? Угу. Почему? Потому что они красивые. Платья, тухи. Я была в деревне на чувашской свадьбе. Была еще маленькая. Мне было очень интересно. Женщины были в чувашских костюмах. Я все смотрела на них наверх и любовалась. И для меня это, для городской девочки, приехав в деревню, увидеть такой костюм, для меня это было тогда в диковинку. Я рисую чувашский костюм. Это первый мастер-класс чувашского книжного издательства. В планах продолжить такой формат. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Впереди вас еще ждет полезная информация. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Современные многоэтажные дома на берегу Волги в экологически чистом районе Чебоксар это жилой комплекс Алые паруса. Своя парковая зона, пляж и лодочная станция, которые появятся по соседству с домами, только часть преимуществ. Самое главное – это доступность. Цены на квартиры в этом году не изменились и составляют 45 тысяч рублей за квадратный метр. Мы предлагаем специальные акции, которые действуют до конца августа месяца. Это, например, такие акции, как квартира студии уже с готовым ремонтом и с мебелью. Стоимость этих квартир студии будет составлять полтора миллиона рублей. Также у нас до конца месяца проходят акции по трехкомнатным квартирам. Стоимость составляет 3 миллиона 150 тысяч рублей. То есть это очень заманчиво. Если собственных средств не хватает, квартиру можно оформить в ипотеку во всех ведущих банках республики. Первоначальным взносом может послужить материнский капитал. Процентная ставка для молодых семей снижена до 6% годовых. Квартиры можно купить в черновом варианте с беловой отделкой под поклейку обоев и с ремонтом. Мне сегодня очень понравилось, как рассказали, о жилом комплексе «Алые паруса». Здесь преимущество в том, что он находится в красочном месте с прекрасным видом на Волгу. Что немаловажно, так как у меня есть дети, детский сад тоже находится вблизи. Школа в шаговой доступности, что позволит нам экономить время и посещать и школу, и детский сад. Жилой комплекс «Алые паруса» будет состоять из шести домов разного класса. В каждом будет четыре лифта, толщина стен почти 65 сантиметров. И это гарантия тишины в доме. Сейчас продаются квартиры в первом доме по адресу энергетиков 6. Сдать его планируют 1 марта 2020 года. Данный дом – один из первых Чувашии, который сделан по системе «Умный дом». Все инженерные сети, телеметрия, домофоны и так далее объединены в единую систему, которая дает максимальную информацию и для жильцов, максимальную удобство для жильцов. И автоматически дает данные в компании поставщики электроэнергии и других ресурсов. Квартиры с видом на Волгу по выгодной цене можно купить уже сейчас. Отдел продаж находится в деловом центре «Палладиум» Гагарина, 55, офис 203А.